Слово Господне говорит, возрадуемся и возвеселимся в онный, в тот день, который Бог тебе дал в этот день. Это его великая милость и любовь к народу своему, что мы имеем возможность быть вместе. И сердце наше расположено, чтобы прославлять Господа за то великое, что Он совершил в нашей жизни. И только Он достоин славы. Друзья, небо благодарит Бога, благословляет Бога и величает Бога. Ангелы, херувимы, все святые, искупленные, благодарят и славят Господа. И мы здесь на земле живущие тоже возвышаем свой голос Господи со всеми святыми благодаря Тебя. Это великая благость Божья к нам, друзья. И пускай Господь Духом Святым касается и дальше сердца нашего, как Господь начал благословлять свой народ, чтобы это благословение нам сохранить в сердце своем, друзья. Бог благословляет свой народ, чтобы мы сохранили эти благословения. Бог дает мир и утешение. Сохраним этот мир и утешение. Господи, не потеряем его. Бог укрепляет душу Твою и мою, чтобы мы были крепкими и сильными противостоять всякому злу. Не потеряем эту силу, а приумножим ее. Господь желает умножить веру народа своего, и чтобы нам эту веру сохранить, Господи, чистоту сердец наших, все, что Бог делает в нашей жизни, Господи, помоги нам сохранить это в сердцах своих, чтобы оно приумножилось. Ибо написано от силы в силу, от славы в славу, от веры в веру, Господи, время сколько прошло, Господь и Бог мой, какими нам уже сегодня должно быть. Дай нам, Господь, понимание, что Ты желаешь, Господи, в нашем сердце. Давайте и дальше будем читать из Слова Господнего, из этого кладезя премудрости Божьей и любви Божьей к человеку. Годь, Господь, Бог предостерегает народ свой. И давайте мы сейчас прочитаем, и сколько нам Господь позволит, поразмышляем над Словом Божьим. Пророк, первое место из Писания, которое записано у пророка Еремии, 12 глава, 5 стих. Здесь говорится следующее буквально. «Если ты спешими бежал, и они утомили тебя, как же тебе состязаться с конями? И если в стране мирной ты был безопасен, то что будешь делать в наводнении Иордана?» И второе место из Писаний, Ефесянам, 5 глава, 18 стих. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». Друзья, для вас, наверное, не является секретом каким-либо, что людей, живущих на земле, ожидает величайшее испытание. Придут очень трудные времена. И Господь об этом предупреждает в Откровении Своем. «Так как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих в ней». Бог будет испытывать свой народ. Но испытывать он будет не роскошью и достатком, друзья. Первые христиане были серьезно испытаны. Они были как изгоями. И сегодня братья напоминали об этом. Они были лишены всего. Их выгнали, лишили, всех материальных благ Родины лишили, там, где они родились. И они рассеялись. Но они выдержали этот подвиг испытаний. Они выдержали для того, чтобы мы сегодня тоже брали пример, Господи, что те люди, они остались верными Тебе. Помоги же и нам в это последнее время, Господи, остаться верными Тебе. Но, к большому сожалению, очень много людей ослабеет и очень много людей отступит от веры. Так написано, внимая духом обольстительным. Что же нам необходимо, Господи? Что Ты открываешь для Своего народа, чтобы сохранить душу Свою и сохранить верность Тебе, чтобы оказаться достойным восхищения во время, когда Господь придет за церковью Своею? Написано только, готовые войдут, друзья. Готовые войдут в эту дверь, а неготовые не войдут. И мы сегодня должны давать отчет себе, Господи, готовый ли я сегодня? Или мне надо еще что-то поправить? Я себе говорю, да, надо поправлять еще. Еще не все то, что Господь определил для Тебя, оно есть в Тебе. И я думаю, каждая душа сегодня, исследуя Писание, исследуя свое состояние, обращаясь искренне перед Богом и говорит, Господи, помоги мне, Господи, очисти меня, укрепи меня, потому что время грядет и будет испытание. Что будешь делать в наводнении Иордана? Когда в стране такой вот спокойной, все было хорошо, все нормально, и у нас сегодня вроде бы все хорошо, все нормально, но когда придут трудности, готов ли ты к ним, к этим трудностям? И что нам необходимо сегодня предпринять? И что Бог сегодня желает для нас дать, для того, чтобы у нас была сила противостать всему этому? И мы прочитали второе место из Писания, друзья, где Господь просто повелевает, где Господь открывает нам величайшее благо, которым мы сегодня можем обладать. Исполняйтесь Духом Святым. Я думаю, для каждой души сегодня это очень и очень актуально, друзья. Для каждого христианина сегодня очень и очень важно. Почему важно? Потому что время близкое. Время очень близкое. И враг душ человеческих все делает для того, чтобы не было этого состояния в душе человека. Охладить. Охладить. Затушить. Устранить это. Все то, что Божье может сохранить душу. И если мы будем искренны пред Богом и пред Собою, то мы скажем, Господи, у нас недостает этого. У нас сегодня этого недостает, Господь. Потому что мы, Господи, еще не настолько готовы, Господь. И мы сегодня крепко должны понуждаться в том, чтобы Господь совершил в нашей жизни вот это чрезвычайное состояние, которое мы можем пережить. Величайшее блаженство. Величайшее преимущество по отношению ко всем людям, живущим на этой земле. Сегодня народ Божий может исполняться Духом Святым. Другими словами, он может исполняться Богом. Человек, исполненный Духом Святым, это человек, исполненный Богом. Давид, великий муж Божий, в 22-м салме провозглашает, «Ты умостил голову елеем твоим, чаша моя преисполнена». Там не немножко было, а там было преисполнено. Давид, о чем ты говоришь? О какой такой чаше ты говоришь? Дорогие мои друзья, мы же прекрасно это понимаем. Он говорил о внутреннем своем состоянии, о наполнении сердца своего, о наполнении души своей, что его душа, она была преисполнена Богом. И как это видно? И как это видно, что его душа была преисполнена Богом? А видно в том, как Давид прославлял Господа Бога, как он выражал к нему благость, эту любовь, которую Господь излил на него, как он выражал это словами, и он провозглашает, говорит, что душа моя была переполнена мыслями о Боге. Он говорит, «Господь наш, как величественно имя Твое по всей земле, слава Твоя простирается превыше небес». Закон Господа совершен, укрепляет душу. И вот мне очень нравится, вот 62-й псалом, я его буквально хочу зачитать, чтобы мы сегодня поняли и уразумели, я хочу понять это для себя. Господи, что же это за состояние было Давида, что его чаша была так вот преисполнена, и как оно проявляется, когда наполненная чаша. И он говорит, «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зарищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, совшей безводной, чтобы видеть силу Твою, славу Твою, как я видел Тебя во святилище, ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя, так благословлю Тебя в жизни моей, во имя Твое вознесу руки мои, как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляют Тебя уста мои, когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе в ночные стражи». Братья мои и сестры, я думаю, нам сегодня крайне надо взять пример с Давида. Боже Твое! Давидово сердце было наполнено, наполнено благодарностью, наполнено тем славой Господней, которую он видел и созерцал. И он восклицал это в сердце своем, восторгался к Богу живому и истинному. У него неформальное было, хоть мы и говорим, что это же Ветхий Завет. «О, братья мои и сестры, он был исполнен Духом Святым, этот человек, потому что его сердце было наполнено мыслями о Боге, потому что его сердце было наполнено тем, что Бог для него делает. И хоть он находился в пустыне, написано, то есть пустыня, это мы понимаем, что это за серьезное испытание было в его жизни, но тем не менее, его сердце было наполнено не пустым. Пустыня его не опустошила, друзья. Испытания его не опустошили, это любовь к Господу Богу. Поэтому, конечно же, мы сегодня это тоже должны понимать и разуметь, Господи, как ты желаешь, чтобы наше сердце было преисполнено славой Твоей. Есть другое состояние, друзья. Есть другое состояние души, когда наполнена душа совершенно другими вещами. И мы читаем Слово Господне, послание к римлянам. Это очень серьезное слово, предостережение для этого мира и для нас сегодня также. И как они не заботились иметь Бога в разуме, римлянам 1 глава, 28 стих, то предал их Бог превратному уму делать непотребства. Давид имел Бога в разуме. Его сердце было чистым, хотя делал иногда ошибки, хотя делал иногда ошибки, но он имел Бога в разуме. А здесь говорится про тех людей, которые не имеют Бога в разуме, не помышляют о Боге. Их сердце не расположено к Богу. Их разум закрыт для Бога. Они в неведении полном, они в отступлении полном. И вот что происходит? Так что они исполнены всякой неправдой. Блуда, лукавство, корыстолюбие, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злорещивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательное назло, непослушный родителям, безрассудный, вероломный, нелюбовный, непримиримый, не мил. Боже, это все может быть в человеке. Этим всем может быть наполнена душа человека. По одной причине, что они не помышляют о Боге. Они не верят, что есть Бог. Они враждуют по отношению к Богу вот этими своими наполнениями, чем наполнен сегодня мир, друзья. Как же мы благодарны Тебе, Господь, что Ты очистил сердца и души наши, Господь, что Ты наполнил нас любовью Твоей и Святой, что Ты кровью Твоей, Господи, омыл и нашу злобу, и наше злоречие, и наше злонравие, Господи. Ты освободил нас, Господь. В этом и есть блаженство детей Божьих. В этом есть и преимущество детей Божьих. Дорогие мои друзья, конечно же, мы понимаем, что есть лукавство, что есть хитрость этого мира. Но еще посмотрите, здесь говорится о мире. А еще Христос говорил о людях, которые называли себя верующих. Люди, которые понимали, что есть Бог. Люди понимали, что есть закон Божий, что есть справедливость Божья. Есть люди, которые провозглашали об истине. Но вот что о них Господь говорит, смотрите. Проповедовали они. Лука, 11 глава, 39 стих. Когда один из фарисеев пригласил Иисуса Христа пообедать с ним. И по какой-то причине, я не знаю, но Господь только знает, он не умыл руки традиционно, как это делают они. Это не просто соблюдение гигиены, а это они хранили себя таким образом, чтобы не осквернить себя. Таким образом они хранили чистоту как бы свою. Умывали руки, и они понимали, что это такое есть. Они хранят себя от зла. Господь этого не сделал. И этот фарисей упрекнул его. И Господь ему ответил, ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюд очищаете, а внутренность ваша исполнена хищениями и лукавства. Вот и такое состояние в человеке может быть. В человеке, который говорит, что он верующий. Снаружи все правильно, снаружи все благочестиво, снаружи все по закону. Но Господь внутренность видит. Но Господь внутренность видит, что там хищение. Что значит хищение? А это значит то, что для себя он у кого-то забирает, для себя. Хищник – это тот, который забирает для себя. Кому-то делает больно, для того, чтобы себе было хорошо. Это делает хищник. Поэтому, Господи, сохрани, защити народ Твой и нас всех, Господь, чтобы мы никому не делали больно, чтобы себе лучше стало. И лукавство и хитрость, Господь говорит, вы имеете. Вы как гробы окрашены, Он им говорит. Ибо изнутри, из сердца человеческого исходят злые помыслы. Марка 7, 20. Прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихаимство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Из сердца выходит человеческого, не омытого. И диагноз Божий говорит, что сердце человеческое крайне испорчено. Кто узнает его? Его не можно вылечить уже, то сердце. Поэтому Бог определяет кардинально, меняет сердце, старое на новое. И это Бог совершает. Друзья, мы сегодня должны для себя точно определить те критерии, по которым мы сегодня можем действительно понять и разуметь, исполнен ли я Духом Святым или мне надо еще что-то поправлять. Марка, Матфея 12, глава 34 стих. Матфея 12, глава 34 стих. Написано так. От избытка сердца говорят уста. По этому критерию можно определить, чем человек наполненный. Мы сейчас выше прочитали то состояние сердца необновленного. Но теперь мы сегодня должны понять и уразуметь, Господи, Ты дал мне новое сердце и новый дух. И как оно должно проявляться в моей жизни? Вы знаете, это проявляется через слова. Мы иногда думаем, что человек, исполненный Духом Святым, это чрезмерные какие-то эмоции могут быть. Правильно, это может быть, это неотрицаемо, друзья, что человек, который Бог посещает человека и наполняет собою, у него могут быть чрезвычайные эмоции, радости, ликования, сокрушения. Но это проходит. Но это проходит. Но мы находим в другом месте из Писаний, когда избирали на деканов, на материальное служение братьев, так там было написано так, изберите из среды своей изведанных, исполненных Духа Святого и мудрости. Я думаю, что эти братья, написано, что те, которые, не те, которые исполняются Духом Святым, а написано, что те, которые исполнены Духом Святым, оказывается, можно находиться в этом состоянии не только во время молитвы. Оказывается, человек, исполненный Духом Святым, может и оставить собрание, и пойти домой, и на работе, и он может быть исполненный Духом Божьим не только в собрании, друзья, не только в эмоциях и в криках, как иногда кто-то думает, что вот это и есть признак человека, исполненного Духом Святым. Это далеко не так. Смотрите, что пророк Божий, пророк Еремия говорит по этому поводу. Когда Бог говорил к Еремии, открывал состояние народа Божьего, и что надо ему сказать, он говорил, эти слова были не очень лестные, не очень лестные для народа, им было трудно слушать это. И для пророка это тоже было трудно, потому что он говорил, они не внимают он говорил, они отвергают это слово. Им бы лучше было услышать мир тебе, благословение тебе, спасение тебе. Они с радостью это принимали. Но когда не было мира, а они говорят мир, это неправда. И вот он говорит, и подумал я, не буду я напоминать о нем, то есть о Боге, и не буду более говорить во имя его, но было в сердце моем как бы горящий огонь заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог. Вот такое состояние было у пророка Божьего, исполненного Духом Святым. Бог дал ему это слово для того, чтобы он передавал народу. Он видел, что народ не воспринимает, но Дух Божий побуждал это слово опять говорить, он хотел удержать, но он не мог это удержать. Почему я это говорю сегодня? А потому что есть еще один пример Божий, который мы находим, когда Иоанна, Петра взяли священники и связали их, повели в темницу и на допрос потом привели и сказали, твердо им сказали, чтобы они больше не проповедовали об этом имени и не говорили об этом имени. Вы помните, что они ответили? А мы не можем не говорить. А мы не можем не говорить. Почему это так, Господи? Да потому что эти люди были наполнены Духом Бога Святого и Словом Его. Мы сегодня очень серьезно должны рассмотреть и свое свидетельство людям другим. Правда, это правда, друзья, если не наполнены Духом Святым, то очень трудно общаться с людьми, очень трудно что-то выдавить им, потому что себе едва ли не хватает. Но если действительно человек исполнен Духом Святым, то кто жаждет, приходи ко мне и пей у того, как сказано в Писании, чрево потекут, реки воды живой, жизни. Как нам сегодня Господь этого не достает? Мы сегодня пытаемся как-то привлечь этих людей, чтобы мы только и не делали. Какие-то социальные программы тут придумываем, еще что-нибудь, чтобы как-то грешников немножко заинтересовать и приблизить к Господу Богу. Но самое главное мы не делаем. Мы не переживаем о том, что, Господи, что мы можем дать этим людям? Апостолы могли дать. Они были преисполнены Духа Святого. И когда апостол Петр в день Пятидесятницы множество тысяч людей, и он возвысил голос свой об Иисусе Христе, и Дух Божий перенес эти слова в сердце народа. Нам сегодня крайне это нужно, друзья, молиться пред Господом Богом, чтобы Господь давал нам это чувствование, наполнял нас своей благодатью, наполнял нас силою своей. Господи, мы нуждаемся сегодня в этом. Пускай Господь благословит нас, друзья, укрепит и умножит веру нашу, и пусть имя Господне прославится и возвеличено будет. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok